Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Буквально один шаг у нас остался до долгожданного события, без привлечения будет сказано, не только последней недели, а может быть даже и всего квартала, это ЕЦБ. Почему? Потому что в этот раз, помимо традиционного заседания, мы все-таки ожидаем то, что европейские монетарные власти порадуют нас как трейдеров, участников финансовых рынков, очень значительными, значимыми для перспективы евро событиями. И под этими значимыми событиями мы, конечно же, подразумеваем возможность дополнительных мер экономической поддержки, либо через снижение процентной ставки, либо через более агрессивный выкуп активов. В общем, сценарий их несколько, есть основной, есть альтернативный, но в целом они все подразумевают то, что ЕЦБ должен проявить, наверное, логичную и объективную мягкость и все-таки оказать содействие, поддержку для национальной экономики. Потому что, судя по тем отчетам, которые мы с вами анализируем в последнее время, прошлых экономических стимулов явно недостаточно. И основной парометр у нас здесь выступают уже показатели индекса потребительских цен. Вы помните то, что все, что касается сейчас действующей программы количественного смягчения, это то, что было направлено на разгон ключевого показателя по инфляции до целевого значения в 2%. Но я думаю, что об актуальных значениях этого индикатора вы уже осведомлены. Вы знаете то, что даже плюсовых уровней сейчас нет. Мы констатируем исключительно дефляцию и логичные выводы, то, что прошлые стимулы не работают, значит нужно предпринимать что-то еще. Поэтому очень много мы за последнее время накопили статистики данных объективных факторов, указывающих на то, что это событие, то есть завтрашнее событие, один день остается, может оказаться весьма интересным и, соответственно, судьбоносным для перспективы главного валютного риска. И я думаю, что если мы дождемся все-таки этих решений, резонировать будет не только евро. По принципу цепных реакций очень много, скажем, последствий и весьма выраженных, динамичных будет и в других активах. И не только рынка Форекс, но и фондового тоже, потому что компании будут переначивать собственную капитализацию через возможные последствия подобных стимулов и влияние, собственно, их на экономику. Но давайте подробнее все-таки поговорим о евро тогда, когда переключимся на перспективу пары евро-доллара. Сейчас у нас есть привычный сценарий, который мы стараемся соблюдать каждый брифинг. И этот сценарий подразумевает то, что нужно начать все-таки с динамики нефти, поскольку это традиционный вступительный актив. Да и, в принципе, по нефти, конечно же, есть о чем поговорить, учитывая то, что мы видим в рамках этого актива. Хочу также отметить еще, что в ходе сегодняшнего брифинга, ну, никак не могу оставить вас без бонуса, потому что событие стоящее, волатильность будет бешеная. И лучше, самое малое, что я сейчас могу сделать, это попытаться, скажем, создать условия, которые могут повысить покупательскую способность ваших депозитов. Величина бонуса сегодня 13%, не такой, конечно же, высокий, как я давал в понедельник, но все-таки тогда был еще и праздничный повод. Поэтому, наверное, вопросов сейчас из-за того, что он поменьше возникать не должно. Бонус, напоминаю, на пополнение 300 долларов действует он до следующего брифинга. Но следующий брифинг у нас пройдет уже только в понедельник, потому что завтра в Екатеринбурге в 19.00 состоится по местному времени традиционный семинар. Те, кто следит за новостями нашей компании, в курсе о том, что он пройдет, я буду там в качестве спикера. Будем, конечно же, обсуждать психологию трейдинга. И напоминаю то, что, учитывая последние тенденции на финансовых площадках, какую-то, знаете, отрешенность трейдеров от фундамента и от технического анализа, может быть, даже психология сейчас имеет самое важное значение. Поэтому тема будет очень интересной. Если у вас есть физическая возможность поприсутствовать на этом семинаре, буду рад вас всех там видеть. Соответственно, познакомимся уже тет-а-тет-а. Если нет, записи этого семинара будут доступны на нашем официальном канале на YouTube спустя какое-то время. Также следите за новостями. Ну, а теперь давайте, собственно, переходить к нашему традиционному вступительному активу. Это нефть. Хочу отметить хай, который мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии по бренду. Это 41.47. Очень высоко забрался этот актив, учитывая старый новостной фон. Ничего нового не произошло. Но в целом мы понимаем то, что и старые ожидания, они довольно-таки стоящие. Поэтому вопросов к ним не должно быть. Они достаточны для того, чтобы создать локальное ускорение для позиции бренда и WTI. Мы ориентировались на то, что этот актив может пробить сопротивление в районе 40. И я давал вам рекомендацию тем, кто присоединился к моим идеям того, что нужно было покупать кратко и среднесрочный этот актив после того, как на рынке появилось подтверждение о том, что представители ключевых производителей нефти соберутся на новом, внеочередном заседании, снова будут обсуждать возможность слома негативного тренда и попытку стабилизации стоимости энергоресурсов. Да, ожиданческая такая реакция, она достаточна для того, чтобы поднимать этот актив, потому что есть очень много предположений о том, что стороны, если уж так рьяно за последний месяц мы уже будем наблюдать, точнее полтора месяца, вторую встречу. Если уж представители так действительно серьезно взялись за вопросы, которые предполагают создание каких-то внутренних бустов для котировок нефти, наверное, компромисс все-таки будет достигнут. Но это только вероятность. Я не хочу, чтобы вы всецело, скажем, верили в то, что договоренность будет достигнута. Это только, скажем, фон в формате ожиданий. И этот фон сейчас вполне достаточен, чтобы продолжать кататься в плане роста по бренду, может быть, даже попытаться закрепиться еще выше уровня 40 долларов за баррель. Тем более, что до встречи еще больше недели. Напомню, она пройдет 20 марта. До этих пор, конечно же, бренд может забраться еще выше. Но напоминаю прежние рекомендации. Мы ориентировались на 40, добрались до этого значения. И я все-таки дал совет после того, как мы доберемся до этого уровня, зафиксировать профит и покинуть расположение этого актива. Потому что прибыль уже достаточно. Лучше уже посмотреть за итогами возможной встречи, потому что влияние на котировки нефти будет колоссальным. Точно таким же, как и влияние ЕЦБ на перспективы пары евро-доллар. Поэтому, если вы на собственный страх и риск сейчас продолжаете торговать брендом, хочу сказать то, что краткосрочной и среднесрочной есть возможности забраться выше. Но это уже очень опасно. И, наверное, лучше довольствоваться тем, что дает рынок. 40 – это уже прекрасный уровень. Даже актуальные котировки 39-38. Но можно, конечно же, подождать, если вы все-таки промедлились с выходом из этого актива. Снова возвращение в район 40 и уже покинуть этот актив. Если хотите посидеть еще немного, то хочу пожелать вам удачи. Но вероятность все-таки действительно забраться выше еще есть. Для долгосрочных трейдеров по-прежнему смотрим вниз. И единственное, что позволит нам отказаться от такой же долгосрочной идеи ослабления этого актива, снова ухода в район 30 долларов за баррель, это все-таки достигнутая договоренность. Но мы понимаем то, что это только вероятности. По факту еще такого решения нет. И узнаем мы об этом только 20 марта. До этого времени не суетимся, не метаемся, сидим в продаже и ждем фактически прорывного решения. И уже дальше, в ходе наших каждодневных брифингов, уже следующего брифинга после заседания, в частности 20 марта у нас в воскресенье, в понедельник подведем итоги, посмотрим, как действовать дальше. Если вернуться к факторам поддержки для бренда. Помимо того, что на повестке, конечно же, обсуждения вот этой встречи, о которой мы с вами уже неоднократно говорили, есть еще дополнительные факторы, связанные с тем, что количество буровых в США сокращается. На этой неделе мы снова подведем итоги, точнее уже в понедельник, того, как обстоят дела с показателями в рамках этой, прошедшей. То есть в понедельник мы будем говорить, как в прошедшей пятидневке. Напомню, что в прошлый раз количество буровых снизилось с 400 до 392, то есть на 8. Это минимальные показатели с 2009 года. И снижение количества буровых нашло свое логичное отражение на общих объемах производства нефти США. Также объемы снизились, вы знаете, до 9.08. Это минимальное значение, соответственно, с 2014 года. Если посмотреть сейчас на фьючерсные контракты, которые предполагают и строят прогнозы по дальнейшей динамике позиции черного золота, то в целом они сейчас сигнализируют о том, что уже вероятность ухода бренда в район 20 долларов за баррель практически ничтожна. То есть такой вероятности участники рынка не рассматривают. Но, на мой взгляд, зря, потому что настроения на рынке очень быстро могут измениться. И как только трейдеры участники рынка осознают уже по факту того, что договоренности нет, если так оно и будет, значит, мы снова увидим чрезмерные, активные, быстрые распродажи энергоресурсов, которые очень быстро вернут активы и бренды WTI к тем уровням, с которых это товарное сырье поднималось и поднимается на протяжении последних недель. То есть это сначала 30, а потом будет еще ниже. Вчера с HIA мы увидели коррекцию вниз. Причины, наверное, реакции на статистику по Китаю, потому что вы знаете, что данные просто катастрофические. На мой взгляд, иначе сказать нельзя. По торговому балансу экспорт просел на 25%. Вы представляете, сколько это? Это очень много. Импорт минус 13,8%. Ну, конечно же, не так плохо, как с экспортом, но все равно мы видим то, что ситуация ухудшается, показатели снижаются по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. И это снова провоцирует какое-то подобие паники на финансовых рынках, но и не позволяет трейдерам далеко отпустить от себя все-таки расположение защитных активов. Японскую иену, франка и золото. Поэтому в последнее время мы видим то, что не удается переключиться на старые инвестиционные идеи, потому что трейдеры при любом сигнале какого-то негатива снова начинают активно покупать иену, и франку, в частности, с иеной. Вчера это было довольно-таки очевидно. И еще, скажем, причиной разгрузки бренда в рамках вчерашней торговой сессии уже под конец дня стали данные по запасам нефти по версии API. Вы знаете то, что запасы, если следили за статистикой, снизились, минус 4,4 миллиона. Сегодня в 18.30 по московскому времени у нас уже официальная статистика. Я полагаю то, что вполне возможно мы увидим и от Минэнерго тоже подтверждение того, что запасы снова выросли. Если запасы растут, значит, локально можно будет сделать ставку на ослабление бренда, но все равно локально и вот эти локальные факторы, они вряд ли могут нейтрализовать те ожидания, которые сейчас присутствуют на финансовых площадках, и эти ожидания связаны с возможностью договориться, скажем, представителей нефтедобывающих стран по стабилизации цен на энергоресурсах. Поэтому от краткосрочного и среднесрочного сценария по росту я рекомендую не отказаться. Долгосрочно смотрим по-прежнему вниз. Российская валюта. 72,5 сейчас актуальные котировки на премаркете. Очень скоро, через 18 минут, по сути, стартуют торги. В целом, если посмотреть на сегодняшнюю азиатскую сессию по нефти, мы видим то, что этот актив снова подрастает. Поэтому, полагаю, что если бренд умудрится сегодня оказаться выше 40 долларов за баррель, тогда рублю придется. Точнее, не придется, это, напротив, позитивное ожидание. Американцу придется пропустить российскую валюту вперед, потому что рубль предпримет попытку укрепиться до отметки 71,72. И в случае продолжения ралли и восстановительного движения по бренду выше 40 долларов за баррель, я думаю, что мы вплотную сможем подойти к поддержке по паре USDRAP на уровне 70 против доллара. И этот сценарий, если вы помните, также нами рассматривался после того, как мы переключились на краткое среднесрочное оптимистичное ожидание по нефти. Сейчас этот сценарий в плане реализации вполне вероятен. Долгосрочно, по-прежнему, риски девальвации рубля очень высоки. И только после 20 марта мы с вами сможем уже детально, непредвзято, объективно, беспристрастно сфокусироваться на дальнейшей динамике рубля и нефти, уже расставить все точки над «и» и прикинуть, что ожидать от этих активов дальше. А пока давайте следить за тем, что происходит на финансовых площадках. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1,0973, хотя допускаю то, что евро еще немного сдал за последние несколько минут. Хай, прошлая торговая сессия 1,1057. В целом мы видим то, что евро сейчас снижается. Спекулятивное ожидание преддверия ЕЦБ сейчас на первом месте. Статистика второсортный характер, потому что более крутого новостного фона, чем предстоящие заседания Европейского центрального банка, сейчас нет. Долго мы ждали, спекулировали на этой теме. Сейчас уже вплотную подошли к этому долгожданному событию. Завтра оно уже состоится, поэтому, разумеется, ни в коем случае не упускайте возможности поспекулировать на потенциальные слабости главного валютного риска. Может быть сейчас такая полярная позиция касательно того, что ЕЦБ не предпримет никакой мягкой решительности и, соответственно, не анонсирует никаких изменений. Рынок не получит то, что хочет. И, соответственно, евро улететь в космос. Конечно же, такая вероятность есть. И, может быть, даже если прикидывать по процентам, спрогнозировать возможность такого исхода, то можно остановиться на какой-то конкретной цифре. Безусловно, такая возможность есть. Но если говорить логично, опять же, и пытаться сделать такие же логичные выводы по тому фону, который мы наблюдали в последнее время, все-таки вероятность того, что ЕЦБ либо снизит процентную ставку по депозитам, либо расширит программу количественного смельчения куда выше. А поэтому, если у нас есть перевес по вероятности все-таки в сторону решительности со стороны европейского регулятора, я не могу позволить себе сделать ставку на рост главного валютного риска. Поэтому и вам рекомендую рассмотреть с большей вероятностью именно возможность распродажа европейского актива. Сейчас мы видим то, что евро снижается. Надеюсь, что это как раз и есть уже подготовка к тому, чтобы простить. Еще ниже, напоминаю, наши ориентиры по факту решений ЕЦБ могут подразумевать даже коррекцию сразу в несколько фигур, то есть в несколько сотен пунктов. Потому что, если вы помните последнее заседание, точнее декабрьское заседание Европейского центрального банка, там волатильность была больше 250 пунктов. Сейчас считают то, что вероятные последствия и, скажем, отражение в динамике евро-доллара может быть даже еще более значительным. Потому что очень много факторов в последнее время сложилось в пользу того, что ЕЦБ все-таки пойдет на вот эти доп. меры экономической поддержки. И если мы по факту услышим их, тогда будем распродавать европейскую валюту. Хотя распродавать евро долгосрочно можно уже и сейчас. Полагаю то, что к концу года по-прежнему сохраняется вероятность того, что евро сможет против доллара уйти в район паритета. Но прежде чем мы дождемся каких-то стимулов, то есть нам нужны какие-то сигналы для подтверждения вероятности этой идеи, эти сигналы могут быть анонсированы уже в ходе завтрашней торговой сессии. Вчера евро подрастало еще в первые половины дня по факту выхода хороших данных по ВВП, хотя я, честно говоря, не прогнозировал такого позитива. И даже сейчас скептически отношусь к нему. Квартальный 0,3%, в принципе, как и ожидали трейдеры, как и ожидали эксперты рынка, этот показатель держится уже долгий период времени. Что касается годового, то здесь прирост на 0,1%, 1,6% против прошлого 1,5%. Непонятно, откуда был взят подобный позитив, полагаю, что статистика неадекватная, потому что в рамках валютного блока, ну уж явно сейчас не стоит настраиваться на какой-то позитив фундаментального характера, и тем более логично было бы его не наблюдать в рамках ключевого показателя, то есть динамики экономического роста, экономического расширения ВВП. Поэтому эту статистику, скорее всего, эти данные пересмотрят в негативную сторону, ну а мы будем и дальше готовиться к очередной порции слабых отсчетов и использовать этот фонд для еще больших, еще более динамичных и убедительных распродаж евро. Поэтому на любой выпад сейчас не обращаем внимания, все-таки контролируем риски. Прострел по факту ЕЦБ и наверх, также вы прекрасно понимаете, может быть тоже существенным, значительным. Но чтобы нам сейчас отказаться от распродаж главного валютного риска, нам нужно получить убедительный сигнал того, что растет индекс потребительских цен. А вы знаете то, что этого сигнала сейчас нет. Напротив, на прошлой неделе в понедельник мы получили убедительный довод в пользу того, что этот индикатор не может выбраться даже с около нулевых уровней, а продолжает находиться в отрицательной зоне. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь коррекция. Мы видим то, что после достижения локального хая на уровне 1.4273, британец уже потерял около 100 пунктов. Актуальные котировки 1.4183. Факторов негатива достаточно. Мы до сих пор не увидели стоящего отражения еще в динамике фунта слабых отчетов по PMI строительного сектора, сферу услуг и промышленности. Может быть, как раз коррекция последней торговой сессии и связана с тем, что трейдеры все-таки решили разгрузить фунта по причине слабых макроэкономических данных. Второй фактор негатива – это политические риски. Они остаются неизменными, потому что вопрос Брекзита еще не решен. 23 июня – это ключевое событие. До этого может, конечно же, произойти много чего, но полагают то, что долгосрочно, позиционно и в большей части этого периода мы будем наблюдать ослабление британского валютного актива. И в качестве еще двух дополнительных факторов для распродаж фунта хочу отметить вчерашние комментарии председателя Банка Англии Карни, где он непременно не мог не коснуться ситуации с Брекзитом, и отметил, что сохранение Англии в составе Европейского интеграционного союза имеет крайне негативные последствия для Англии, потому что валютный блок продолжает сталкиваться с серьезными экономическими проблемами. И просвета этих проблем в ближайшее время не видно. То есть, если Англия сохранит свое членство в рамках еврозоны, то, в принципе, может также пойти на дно вместе со всем валютным блоком. Я думаю, что между строк это еще один сигнал в пользу того, что уже и монетарное руководство выступает в пользу того, что нужно уже выходить из состава ЕС. Поэтому вот вам еще один риск, точнее, еще один комментарий со стороны высокопоставленного чиновника в пользу того, что уже многие видные деятели поддерживают компанию по выходу Англии из состава Интеграционного союза. Я считаю то, что это еще один негативный фактор. И дополнительно еще вчера вышел опрос Reuters по поводу того, когда же все-таки стоит ожидать повышения ставки в рамках Англии. И, согласно опросу Reuters, сейчас наиболее вероятные сроки уже середина 2017 года. Вы помните, что еще год назад мы с вами говорили, что в 2016 году повышения ставки не будет. Лучше всего ориентироваться на 2017 год. В принципе, сейчас мы видим то, что официально эти предположения подтверждаются уже общественным опросом и комментариями со стороны монетарного руководства Банка Англии. И я по-прежнему уверен в том, что даже в 2017 году мы не увидим повышения процентной ставки и нужно будет подождать еще более позднего периода. А поэтому, если нет надежд на ужесточение монетарной политики, значит фунту, по сути, ну не за что долгосрочно засыпиться за какие-то предпосылки роста. Поэтому вы помните, среднесрочный ориентир по паре фунт-доллар – это снижение даже до уровня 1.30. Я считаю то, что эта идея по-прежнему актуальна. Но как использовать сейчас, по-прежнему у нас должен быть отложенный ордер, актуальный 1.39.50. Как только фунт проседит ниже, будем продавать вместе с прочими участниками рынка. USD-йена. Здесь, как я уже отметил, слабая статистика по Китаю. Снова стала причиной спроса на японскую валюту. И мы ушли в район 112.61. Это актуальные котировки. Считаю то, что потенциал для снижения дальнейшего ничтожен. Также вероятность этого крайне низка. С большей долей вероятности стоит настраиваться на рост американца. В качестве факторов, все-таки приближающиеся заседания ФРС, конечно же, мы уделим ему очень много времени, как только оно будет у нас на повестке обсуждений. Но пока, все-таки, если ссылаться, опять же, на комментарии представителей, последний комментарий голосующих членов ФРС, у нас есть вероятность услышать какие-то жесткие намеки. Не обязательно сразу же повышение процентной ставки. Но намеки на то, что это допускается, возможность подобного сценария рассматриваться, этого будет достаточно для роста американца. И вы помните, в понедельник я ориентировал вас на конференцию вице-президента, председателя ФРС Фишера. И в целом, что мы услышали по факту его выступления. То, что на текущий момент американская экономика как никогда близка к полной занятости. И, соответственно, уменьшение свободных ресурсов на внутреннем рынке является фактором, который будет подстегивать потребительскую активность. А вы знаете, то, что рост потребительской активности, это как раз то, что и будет толкать индекс потребительских цен в уровне инфляции вверх. Это еще один долгосрочный факт, который должен сказаться на доходности американских тежеров, если все-таки подстегнуть интерес к американцу. Но долго мы этого уже ждем. Не знаю, что еще доллару нужно для того, чтобы расти. Но надеюсь, что это что-то нужное он получит в ближайшее время. Пару слов еще хотел сказать про USDC. Снова мы касались притерного значения. Сейчас у нас актуальные котировки 1.099.81, хотя допускают также, что и здесь немного уже прибавили. На паритете не останавливаемся ни в коем случае, потому что наши долгосрочные ориентиры это 1.03. И вчерашние комментарии со стороны Национального банка Швейцарии и присутствующие слухи о том, что Национальный банк Швейцарии по факту решения ИЦБ может задействовать валютные интервенции, должны сейчас выступать убедительным доводом в пользу того, чтобы сохранять длинные позиции по паре USDC. Это правильная идея и это очень выгодная сделка. Потому что если мы увидим серьезное ослабление главного валютного риска, вы должны понимать то, что Национальный банк Швейцарии не может позволить, чтобы средства стали перетекать в расположение франка. Потому что дорогой франк сейчас в Швейцарии нужен меньше всего. Для того, чтобы поддержать конкурентоспособность национальных производителей, НБАш также пойдет на экономическое стимулирование через валютные интервенции и будет сознательно собственными силами ослаблять франк. И это ослабление будет также очень стремительным. Поэтому 1.03 при, знаете, самом оптимистичном сценарии, я полагаю, что мы сможем добраться до этого рубежа чуть ли не уже в ближайшие несколько дней. Но как будут обстоят дела на самом деле, давайте смотреть. По австралийцу и новозеландцу ничего не меняется. Мы видим то, что потихоньку рост уже теряет импульса. Вот-вот пойдет, собственно, коррекция. Мы ждем снижения по австралийцу в район 0,7%, по новозеландцу в район 0,65%. Пока этими валютными парами также не торгуем. Ну и что касается кодового слова на сегодня, эта ставка напоминает то, что величина бонуса 13%. Он действует до следующего брифинга, а брифинг пройдет уже следующий в понедельник. Из важных отчетов сегодняшней торговой сессии. В 12.30 это промпроизводство по Англии, в 18.00 ВВП Англии. Это настраивалось на плохую статистику и по первому, и по второму макроэкономическому отсчету. В 18.00 еще решение по ставке Канады. Никаких изменений, разумеется, не произойдет. Полагаю, то, что куда с большим интересом нужно будет обратиться на формулировки. После этого со стороны представителя Канады, председателя Банка Канады Ползе. И считаю то, что эти формулировки могут создать доп. сигнал для долгосрочного ослабления канадцев. Но об этом мы поговорим с вами уже в понедельник. И в 18.30 по московскому времени запасы нефти США от Минэнерго. В целом, так же как и АПИ, настраиваемся на рост показателя. Если, соответственно, запасы вырастут, то черное золото может оказаться под небольшим давлением. И еще раз повторяю, что это небольшое давление вряд ли сможет продлиться долго. Потому что ожидания встречи представителей ОПЕК и России, они по-прежнему, с точки зрения позитива, куда сильнее. Ждем движения выше 40 долларов за баррель. Это что касается бренда. Собственно, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Жалко, что меня не будет с вами в ходе заседания Европейского Центрального Банка. Но, уверяю вас, в понедельник мы вернемся к этому фону и подробно обо всем поговорим. Если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube. Либо использовать форум Amarket. С большим удовольствием отвечу. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok